Федерация фигурного катания на коньках России сделала официальное заявление на своем сайте, и сообщила, что травма россиянке Дарьи Усачевой не потребует длительного лечения и реабилитации. Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К сожалению, это является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13 и 17 лет, говорится в сообщении. Травма требует не очень продолжительного лечения и реабилитации. В 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности. Ранее в пятницу Усачева снялась с этапа серии Гран-при в Японии, получив травму на раскатке. Дарья Усачевой 15 лет, в текущем сезоне спортсменка стала второй на этапе серии Гран-при в США. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поддержала Дарью Усачеву, которая из-за травмы снялась с Гран-при Японии. Спортсмены — это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет. «Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления», — написала Косторная. Усачева ответила Косторной лайком. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отреагировал на травму Дарьи Усачевой на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии. «Очень жаль, что Даша получила такую травму. Желаем ей скорейшего выздоровления. По поводу перспектив ее участия на Олимпиаде говорить рано», — сказал Коган. Иностранцы, о травме Усачевой. «Видеть, как эта милая девочка плачет, действительно душераздирающе». Иностранные поклонники фигурного катания отреагировали на произошедшее и оставили комментарии на англоязычном форуме Reddit. Многие из них испытали потрясение, увидев кадры у Сачевой во время падения и когда ее уносили со льда. Я благодарен, что они быстро отреагировали и просто сняли ее со льда и в недосягаемости камер. Желаю ей всего наилучшего. Этери известна своей скрытностью в отношении травм фигуристов. Желаю Дарье скорейшего выздоровления и хорошего отдыха. Это такой позор, мое сердце болит за нее. Надеюсь, что она сможет наслаждаться оставшейся частью сезона, когда поправится. Жалко всех, кто получил травмы в этом сезоне, надеюсь, что все восстанавливаются и вокруг них хорошая команда. Ее плач душераздирающий, бедная девочка. «Выздоравливай скорее, Даша! Это было так больно. Надеюсь, скоро все наладится. Я была совершенно потрясена. Я никогда не видела, чтобы Дарья упала и так сильно травмировалась. Так грустно за нее. Это так печально. Бедная девочка, надеюсь, она скоро поправится. Видеть, как эта милая девочка плачет, действительно душераздирающе. Выздоравливай скорее, Даша, мы все болеем за тебя. Надеюсь, все не так уж плохо, пожелаем ей скорейшего выздоровления. И ничего себе, Олимпийский год — это хаос, мы на самом деле не знаем, что произойдет, так много травм и неопределенности. Я неделю назад. Я так готова к хаосу Олимпийского сезона. Я как только Даша получила травму. Нет, пусть это прекратится. Сначала Анна, потом Саша, а теперь Дарья. Кто-то наложил проклятие на команду Тутберидзе или что-то в этом роде. Бедная Дарья, она такая замечательная фигуристка, и это казалось действительно болезненным. Я надеюсь, что все будет хорошо. А нет. Ужасно для нее. Список травм в этом сезоне становится все длиннее. Определенно означает отсутствие всероссийского финала с участием Саши и Дарьи, на что я молча надеялась, но, черт возьми, не так. Желаю ей самого гладкого и быстрого выздоровления. Олимпийский сезон ничем не отличается от других, за исключением повышенной ответственности. Такое мнение в эфире Первого канала высказал тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгаус. В группе Тутберидзе тренируются 11 фигуристов-кандидатов в Олимпийскую команду России. В целом сезон ничем пока не отличается, кроме ответственности, — сказал Глейхенгаус. График соревнований такой же, как и всегда. Прокаты, этапы гран-при — все стараются отобраться в финал. Цель на каждом турнире — выступить хорошо, показать прогресс, отобраться в финал, потом чемпионат России. Пока мы работаем в том же режиме и думаем о каждом соревновании по отдельности. С сезона 2021-2022 под руководством Тутберидзе тренируются действующие чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. «В текущем сезоне спортсменов в этом виде у нас, конечно, больше не будет», — сказал Глейхенгаус. «Увидим, что будет после Олимпиады, но продолжили бы работу в этом виде». Глейхенгаус отметил, что к повышенному вниманию средств массовой информации спортсмены группы Тутберидзе привыкли. «Иногда это мешает. Но мы понимаем, что это часть нашей работы. Спортсмены также понимают, что внимание, которое они получают, — это благодаря их победам и катанию, которое они показывают», — сказал Глейхенгаус. «Иногда надо ограничивать свое пребывание в интернете. Я привык к комментариям, если тебе не желают плохих вещей — все хорошо». Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, недовольны своим катанием в короткой программе на этапе Гран-при в Японии, поскольку не смогли обновить на нем свой лучший результат. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката. На этапе Гран-при в Токио спортсмены получили 75,78 балла, и занимают промежуточное второе место. На первом этапе серии в американском Лас-Вегасе результат спортсменов составил 80,36 балла. Анастасия Мишина и Александр Галямов выиграли короткую программу среди пар на четвертом этапе серии Гран-при в Японии. По итогам проката они установили личный рекорд, набрав 78,40 балла. Тройку замкнул тандем из Японии Рику Мюрарио и Чики Хара, 73,98. Впечатление не самое хорошее, сделана грубая ошибка, не получился прыжок, рассказал после проката Морозов. Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее. На вопрос журналистов о совместной работе с Этери Тутберидзе, основным направлением работы которой является одиночное катание, Морозов рассказал. Помимо Этери у нас в команде есть специалисты по парному катанию, целых три, это командная работа. Катаемся мы отдельно от одиночников, у нас отдельные часы. Она приходит к нам на лед, почти весь день на льду проводит.